Я решил, что мы будем слайды эти на английском держать. Почему? Потому что неважно, работаете вы в США или вы работаете в России, на Украине, где-то. Все-таки сейчас очень много работы происходит в офшорных учреждениях, поэтому вам придется баг-репорты писать на английском многим. Поэтому я подумал, что правильно это сделать на английском. И мне проще, и с меня больше толку, если это по-английски. Мы когда-то говорили о том, что тестер работает над тем, чтобы строить и улучшать бизнес-системы. Помните, мы говорили, почему всех ошибок не починишь, а что же мы тогда делаем? А вот мы работаем над системами. Какие есть системы в QA-ной организации, в тест-организации? Вот есть планирование, тестирование, через пару занятий мы пойдем. А вот есть там баг-репортинг, баг-трекинг, это то, что мы сегодня поговорим. И там есть релиз-сертификейшн, тест-атомейшн. К чему я этот слайд сюда поставил? К тому, что мы сейчас будем говорить о двух, не об одной, сразу о двух системах из пяти фундаментально важных систем отдела тестирования. Это баг-репортинг и баг-трекинг. То есть написание багов и что с ними дальше происходит. Второе, что на этом слайде мы видим, я хочу сказать, что написание баг-репортов и работа с баг-трекинг-системами в общем и в целом достаточно такой универсальный процесс. Если вы в своей жизни с одной баг-трекинг-системой поработали и туда ошибки запускали, вас можно пересадить на другую баг-трекинг-систему и вы очень-очень быстро к ней адаптируетесь. Я вот это сравниваю с тем, как, допустим, я иногда пересаживаюсь с одной машины на другую и занимает, там, бывает несколько часов, бывает несколько дней, бывает пару недель, вот к габаритам привыкнуть, к тому, как там эту педальку жмешь, там, как она ускоряется и так далее. Вот то же самое здесь. То есть они могут отличаться чуть-чуть, но если вы умеете водить автомобиль, да, то это уже не вопрос, какой у вас автомобиль. Вот то же самое здесь. Если вы умеете делать баг-трекинг, баг-репортинг, это уже не имеет никакого значения, какая у вас система. Я это к чему говорю, некоторые люди умудряются в резюме там 10 этих баг-трекинг-систем написать, никакой ценности в этом нету. Одна система, 5 систем, 10 систем. Это, скажем, 10 языков программирования по сравнению с одним, это явно, как бы, лучше, богаче выглядит. Вот, баг-трекинг-система, ну, молодец, там, знает и знает. Так, что-то оно у меня... Ага. Теперь, почему мы пишем баг-репорты? Я хочу сказать, что вот эти вопросы, которые жирненьким шрифтом идут, я их взял из книжки Каннера, для того, чтобы вам потом было легче по этой книжке заниматься. Единственное, что у меня версия англоязычная, а у вас там на русском, это глава номер 6, и вы ее потом почитаете в качестве домашнего задания вот к этому уроку. Вот эти вопросы идут вот прям буквально по его книжке, а мы на них тут отвечаем. Значит, почему мы пишем баг-репорты? Потому что мы хотим, чтобы их починили. Знаем ли мы, что очень много баг-репортов не будет починено? Знаем. А чего же мы тогда? А мы хотим, чтобы починили. И от того, как мы напишем этот баг-репорт, очень сильно зависит, починят его или нет. Вот такая идея. Теперь, что такое хороший баг-репорт? У нас на самом деле есть лекция по 17 качеств хорошего баг-репорта, правил написания баг-репортов. Но в данном случае вот мы о чем говорим. Это по книжке Каннера, да? Значит, там должно быть понятно, как этот баг воспроизвести. Это как бы минимальный такой набор критерий. То есть, когда программист читает ваш баг-репорт, он должен быть в состоянии его воспроизвести и починить. Если он не понимает, что вы написали, тогда проблема. Вы должны, когда пишете баг-репорт, проанализировать эту проблему и сделать меньше шажков по воспроизведению. Потому что программист находится в тяжелой такой ситуации, если у вас там 10 шагов, как получается? Вот вы делали что-то, к чему-то шли, у вас была какая-то идея что-то протестировать. Вдруг бабах слева-справа что-то на вас налетело, сломалось. И думаешь, черт возьми, ну надо писать баг-репорт. А как я туда попал? И вы начинаете вспоминать, как вы шли. А шли-то вы в совершенно другое место. Ну хорошо, там 6-7 шагов у вас это все произошло. Вы спрашиваете себя, ну хорошо, если бы я не шел в то место, куда я шел, если бы я сразу в это место шел, я мог бы туда попасть в меньшем количестве шагов? 3, 4, 2, может быть, и так далее. Как правило, да. Как правило, если вы дуриком на что-то налетели, а это бывает сплошь и рядом, потому что баги сидят и видят, что тестер хороший пришел. Они думают, ты смотри, сейчас уйдет. И налетают на вас слева-справа, меня напиши, меня... Так они начинают вас любить. Поэтому программист получает ваш баг-репорт. И он начинает, как бы, с одной стороны, он запускает продукты, начинает ваши действия повторять, там у себя на компьютере. С другой стороны, делая это, он смотрит по окошечке дебаггера, и он видит, как вот делая то, что вы пишете, у него код, как он по коду движется, и он должен в голове это держать. Если у вас 10 шагов там было, он должен 10 шагов в голове держать, как там, что происходило с кодом. А вы можете написать баг-репорт о чем-то таком, что он вообще месяц назад делал, он же не помнит ничего. У него голова забита. И вот такой баг-репорт. Поэтому, если можно сделать 3 шага, а не 5, или не 6, и не 7, и не 10, вы не писаете, насколько вы помогаете программисту, и компанией, и всем на свете. Теперь, значит, баг должен быть полным по содержанию. Вы не должны опускать ничего, что важно для программиста. Почему? Потому что если вы это не написали, вот вы знали и не написали, значит, он должен теперь пойти и найти. Мы бережем его время. Вот его время это то, ради чего мы работаем. Должно быть простенько, в понимании, потому что если он упрется и скажет, что-то я ничего не понимаю, вроде, так что хотел сказать человек. И нон-конфликтинг это когда... Вот, ну нет, вы не создаете новых проблем своим репортам. То есть, не то, что он думает, что-то он сказал так, или сказал так, одно другим противоречит. Понимаете, вы начинаете противоречить сами себе в этом репорте и запутываете людей. Вот это по Канеру, вот это, как бы, признаки хорошего баг-репорта. Теперь, значит, когда хорошо писать баг-репорт? Правильно писать баг-репорт. Вот как нашел, так и пишешь. Имеется в виду все-таки, что вот нашел, воспроизвел, попробовал, что у себя он воспроизводится, пошел на пару других компьютеров, посмотрел, там тоже воспроизводится, и вот тогда написал. Вот, поэтому не только как ты его увидел и подумал, что не баг ли это. Вот, когда у вас настоящий баг, а не баг-кандидат. Вот, когда у вас кандидат, надо пойти посмотреть, получается или нет, и тогда уже его отправляют. Значит, у нас в баг-репорте есть такая позиция, которую мы заполняем как тестеры, называется она Северити. Северити характеризует, ну, как бы, насколько нехороший баг, то есть степень его нехорошести. Значит, первая категория Северити, самая нехорошая, значит, это критичный баг, critical, fatal, такой смертельный, как бы, да. Что это? Значит, вот, как частный случай, это краш. Система вот, бах, и грохнулась. И там месседж вышел, там надо все перестартовывать. Data corruption, вот была база данных, а и нету. Там, ну, и так, она может и есть, а зайти уже не зайдешь. Подвисла система, хэнк, да, систем хэнкс. Это примеры. В чем смысл вот этого? Есть, как бы, такая точка, из которой нельзя вернуться назад. Вот это critical. То есть вы туда попали, и если вы в этой проблеме, то вы не можете отступить пару шажочков и дальше все пройти грамотно. Это место, в котором вам нужно все начать сначала. И дай бог, чтобы это было легко начать. Серьезная проблема, вот там в скобочках стоит слово workaround. Значит, что такое workaround? Это как обойти проблему. Когда человек звонит в саппорт и говорит, ребят, у меня вот такая история, ему говорят, вот делай так-то и так-то. Вот это дело и так-то и так-то, это и есть workaround. Поэтому в саппорте они держат базу данных, в которой все эти workaround они учитывают. И когда люди звонят, они знают, что им сказать. Так вот, если у проблемы есть workaround, то она уже не critical, она уже serious. Critical это когда уже обратного хода нет. Minor это мелкая проблема. Вот график, юзер интерфейс, вот эти, да, они все minor. Что это значит minor? Minor значит, ну, можно жить. В конце концов, починили, не починили, уже не так важно. Хотя бывают такие minor, которые надо чинить. Там, сейчас мы дальше пойдем, увидим. Четвертая категория, это suggestions или enhancements. Это когда, это не баг в том смысле, что мы нарушили requirements, а это вот то, что мы говорили. Помните, тестер, он делает verification, validation и error detection. Так вот, это когда тестер делает validation. Он к requirements пытается что-то добавить. Он говорит, а неплохо бы вот это, а неплохо бы вот то. Это suggestions. То есть, suggestion это совет, а enhancement это как бы усиление, улучшение. Вот так, если переводить. Я могу пример такой привести. Я работал в компании Lotus Development Corporation. И там, первый день, когда я вышел на работу, менеджер говорит, ты знаешь, Миша, я в полдень на неделю улетаю, а я один. Я ему говорю, ну давай быстренько посмотрим на баг-трекинг систему. Если у меня вопросы есть, я спрошу. Ну и мы смотрим, и вот эти вот четыре уровня, которые тут, там их восемь. Причем они не словами, а цифрками. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И я ему говорю, а как же я знаю, какой выбрать? Он говорит, Майкл, это очень просто. Если это не первый, второй или третий, то никто чинить не будет. И сразу все стало на место, и снова стало четыре уровня. И я говорю, вы все так бы и сказали. Вот, значит, поэтому. Вот четыре уровня, это очень-очень естественный, такой натуральный способ. Вот, оценки, всяко бывает. Я не хочу сказать, что у всех так, но я хочу сказать, что у большинства так. Вот, из того, что я видел, я в шести компаниях сам работал, вот было так. Теперь, про юрити. Значит, про юрити, это когда человек, вот мы написали баг-репорт. Он идет к человеку, который дает задание программисту. И говорит, Вася, ты будешь чинить вот это, этот баг тебе. Про юрити, значит, у него либо хай, высокая, средняя и низкая. Про юрити, это то, в каком порядке ты их будешь чинить. Программист сначала чинит то, что высокого приоритета. Когда он с ними разобрался, у него остается среднего, потом, если время остается, значит, берет мелочь. Мелочевку очень часто чинят ребята, которые... Вот нового программиста надели, он еще продукт не знает, пока там разбирается. И он говорит, ну вот давай, иди вот там то, что вот это чини. И он просто делает, разбирается в коде, в проекте, там и так далее. Вот это три уровня про юрити. Просто надо понимать, что есть разная работа у разных людей. Значит, ваша работа отправить баг и сказать, что какой у него уровень северити. Не ваша работа, а определять уровень про юрити. Это определяет тот, кто дает работу, задание программисту. Там иногда говорят, вот, а кто этот человек? Ну, девелопмент менеджер. В каких-то компаниях, проект менеджер. Я не знаю, я в шести работал, никогда не было проект менеджера. Был всегда девелопмент менеджер, который это делал. Ну, всяко бывает. Я не знаю, вот мне некоторые говорят, а у нас проект менеджер. Да ради бога. Как бы мы его ни назвали, существенно, что это тот человек, который дает работу программисту. Вот, кстати, следующий вопрос. Кто может приписывать или изменять северити или про юрити на баг-репорте? Тестер по северити, значит, девелопмент менеджер на про юрити. Вот мы осветили этот вопрос. Теперь, почему надо смотреть на самые серьезные последствия бага? Вот почему нам интересно самые серьезные? Вот не вообще баг написать, а посмотреть на него с разных сторон. И если у этого бага есть там 3, 4, 5, 10 разных проявлений, почему, когда мы пишем баг-репорт, мы хотим написать самое серьезное проявление? Потому что мы хотим, чтобы ему дали более высокое северити, мы хотим, чтобы ему дали более высокое про юрити. Что же тут игрушки играть? Это то, что мы хотим. Теперь, что такое репродюсабл баг? Ну, вообще-то я хотел вам вопрос задать, но поскольку мы в таком режиме, что народ безмолвствует, или, может быть, кто-то хочет сказать, давайте руку кто-то хочет поднять и ответить на вопрос, что такое репродюсабл баг. Есть у нас желающие в коллективе? Окей. У нас тут есть ответы, я смотрю. Значит так, у нас Роман говорит, это ошибка, которую можно воспроизвести. Тут еще один. Который можно воспроизвести, должен быть воспроизводимым. Одна и та же ошибка возникает каждый раз после релиза билда-исправления. Стабильный воспроизводящийся баг. Это все правда. Я не хочу сказать, что там какие-то неточности. Я просто хочу сказать, что я хотел некоторые детальки тут. Это не то, что на разных компьютерах. Потому что компьютер не воспроизводит баг. Знаете, компьютер его не воспроизводит, его люди воспроизводят. Так вот, репродюсабл баг, это такой баг, который повторится, кто бы его не воспроизводил. Мы можем посадить разных людей, они будут за разными компьютерами, это не важно. Но разные люди, это не то, что я написал, он у меня репродюсабл, а теперь я его отдал. Мы сейчас, на самом деле, в процессе написания багов. Мы смотрим на баг с точки зрения тех, кто пишет. Так вот, в этом смысле мы хотим сказать, что если я пишу баг, то для меня важно, чтобы другие люди могли его воспроизвести. Вот такой аспект. Ну что, движемся дальше. Молодцом, у вас хорошие были ответы. Я просто хотел немножко вот это уточнить. Теперь, значит, почему тестер должен смотреть на самые простые и самые общие условия, в которых баг можно легко воспроизвести. Во-первых, самые простые, во-вторых, самые общие. Понимаете, у нас есть программист. И вот этот программист, он работает. Ему присылает менеджер баги на починку. И, мало того, вот эта баг-трекинг-система, она не только нужна для того, чтобы сообщать, там, учет вести и так далее. Она еще используется для того, чтобы за программистом посматривать. Начальство за ним смотрит. Так вот, значит, что получается, что программист хочет выглядеть хорошо в глазах начальства. Что, в общем-то, естественно. И вы хотите, и начальство хочет в глазах более высокого начальника. Мы все хотим хорошо выглядеть. Если мне дали 200 баг-репортов на починку, и я за неделю могу починить 100, или я могу починить 35, ну, угадайте, что я хочу делать. Я хочу 100 починить, чтобы все видели, что я круто чиню, и что я продуктивный и полезный для компании человек. Дальше я смотрю на кучу баг-репортов, которые мне прислали. Если баг-репорт так написан, что я его не понимаю, или я думаю, что это сложно, или я думаю, что зовет много времени, тогда я на другое перепрыгну. Поэтому вот это отвечает на вопрос, почему тестер хочет написать так, чтобы было простенько, и чтобы было понятно, что это ошибка, которая в очень общих обстоятельствах случается. Не то, что пользователь должен в каких-то чудовищных, мало случающихся, каких-то обстоятельствах, почти невероятных туда попасть. Нет, он понимает, что ё-моё, это такая штука, которая со всеми случится. У меня был такой случай, я изучал, только-только вышел на работу на свою первую, и мне дали... Вижу, не вижу, Microsoft Test назывался инструмент, только-только вышел, это было в 92-м году, в августе. Только-только вышел, купили коробку, дали мне Microsoft Test, и говорит, разбирайся, как работает. Ну и как разбирайся? Ну, я читаю, думаю, дай-ка сделаю скриптик простенький. А скриптик простенький был такой, я запускал Executable вот этого, значит, нашего продукта, который мы тестировали, запускался, значит, это под Windows было, 3.1, он запускался, я ему дальше говорил, File, Exit, ну, там, может быть, даже не давал ему времени там постоять. Значит, запустил, вышел, запустил, ну, в цикл его поставил, хотел посмотреть, как цикл будет работать, там, всё ли у меня получится, это... Ну, поставил в цикл. И заметил интересную вещь, как только запускаешь цикл, он так, три раза туда-сюда, на третьем выходе, Crash. Вот такая интересная штука. Причем, вручную я не могу этого сделать, потому что это очень быстро всё происходит, инструмент с чудовищной скоростью это делает, вручную я так, конечно, не могу, но поскольку Crash, я написал, значит, баг-репорт. Приходит программист и говорит, Майкл, я не могу этого воспроизвести. Я говорю, покажи, как ты это делаешь. Я ему запускаю скрипт. Он говорит, ну, послушай, говорит, ну, это же, кем надо быть-то? Говорит, пользователь же никогда в эту ситуацию не попадёт. Что это за баг такой? Тут менеджер мимо шёл, его, development manager, он говорит, что там за базаром? Я ему говорю, вот такая ситуация. Он почесал так затылок и говорит, вообще-то, говорит, он, конечно, ты прав в том смысле, что пользователь в эту конкретную ошибку не попадёт. Но если в коде есть такое место, из-за которого он крэшается, то он может в это место прийти совершенно другим путём, которое нам сейчас даже в голову не приходит. Поэтому я думаю, пойди ты его почини на всякий случай, чтобы чистенький код был. К чему я рассказываю? Это пример того, что программист смотрит на ваш баг-репорт и думает, ну, тратить время на такую ерунду, от которой никому ни холодно, ни жарко, зачем же я буду? Поэтому у нас, говорит, most general conditions, то есть самые общие условия, в которых этот баг воспроизводится. Итак, мы говорим, первый буллет у нас, да, говорит, что мы должны искать больше, чем один способ воспроизведения этой самой проблемы. Ну, конечно, да, вот, понимаете, ещё раз, мы всё время натыкаемся на проблемы. Если бы мы работали как роботы, когда у тебя есть тест-кейс, ты его выполняешь, либо он failed, либо он passed, и ты, если он failed, пишешь баг-репорт. Но это редко так бывает. Больше багов, гораздо больше багов мы пишем на пути к этому. Вот мы начали делать там какой-то тест-кейс, он, может быть, даже и не документированный, просто в голове у нас возникла некоторая идея, мы делаем что-то, и бах, случилось, бах, случилось, бах, случилось. Ну, и мы никогда не знаем, насколько это был хороший путь, понимаете? Поэтому всегда надо попробовать разные пути. Я вам такой пример приведу. Значит, у меня супруга работала в Visa International, ну, кредит-картная компания. И там она накнулась на ошибку, когда можно было украсть пасворд. Почему-то так там получалось, что вот это поле пасворд, можно было вот эти буллеты, которыми показан был пасворд, можно было взять их в Select и скопировать. Хотя copy и cut должно быть disabled вот на этом меню, но вот не было disabled. Она его скопировала, потом она его пейст в Notepad, соответственно, виден пасворд, и она написала Security Glitch, то есть вот как бы там прорыв в Security. Прибежал программист, прибежал менеджер, прибежал и куча народа. Представляете, что такое Visa International Security проблема? И программист говорит, что ж ты пишешь, твою мать? Он говорит, это же обычный график, юзер-интерфейс проблема, это майнер проблема. Сказала бы, вот там надо disable какую-то меню айтем и все. Но если бы она сказала, что майнер, он бы ее не починил, может быть, вообще никогда. У него бы руки не дошли до майнера. Поэтому, но она увидела эту проблему под другим углом. Вот это очень важно. Мы должны смотреть на проблему под разными углами. Вот как человек попал, да? Одно дело, у него там юзер-интерфейс, что-то ему неудобно или там забавно, а другое дело, он пошел, у него паспорт украли. Тоже менеджер пришел, и менеджер говорит, и программист говорит, менеджер говорит, ну послушай, что должно произойти? Значит, человек должен забить свое имя, туда, ну, логин, забить паспорт, не нажать кнопку «Окей» и куда-то уйти. Дальше приходит злонамеренный тип, значит, делает copy, делает paste, крадет его паспорт, говорит, как такое может в жизни произойти? И менеджер ему говорит, ты знаешь, поскольку у нас много миллионов пользователей, если раз в год это случится, говорит, так уже лучше ты почини. Поэтому, значит, вот такая позиция. Мы стараемся увидеть под разными углами проблему. Хорошо. Тогда ее больше шансов, что починят. Чем проще понять проблему, тем больше шансов, что программист начнет ее чинить и починит. Третий бунт. Чем быстрее починка, тем выше шанс, что программист возьмет сочинять. Четвертое. Менеджмент обращает много внимания на ошибки более высокого уровня. Если ошибки категории майнер, их там миллион, всем плевать. А вот критикал, это да. Вот критикал, это уже может быть проблемой. Пошли дальше. Так. Что мы хотим запомнить тут? Что очень много ошибок зависит от конфигурации. То есть каждый раз, когда вы ошибочку видите, подумайте о том, не зависит ли это конкретно от конфигурации. В нашем случае, какой был браузер, какие в нем были сеттинги в этом браузере и так далее, операционные системы и так далее. У нас сегодня в веб-аппликациях очень много. Если вы будете мобилки тестировать, соответственно, там очень много девайсов и операционных систем, там и версий и так далее. Вот это очень важно. Перед тем, как баг отдавать в систему, значит, надо пойти и попробовать, что он воспроизводится в разных условиях. Во-первых, у вас, на вашем компьютере можно воспроизвести и на нескольких других. Кроме того, есть такая категория, вот третий буллет, first time only баг. Значит, бывает так, вот ты запускаешь что-то и есть баг, а потом пытаешься повторить, не выходит. Тогда ты выходишь из софтура своего, заново запускаешь, есть. То есть для того, чтобы его воспроизвести, нужно выйти и заново запуститься. Бывает, что нужно не просто выйти и запуститься, а бывает, что нужно просто заново установить. Еще так тоже бывает. Поэтому просто знайте, что есть такая проблема. Есть такие баги, которые вот первый раз увидел, а дальше уже не увидишь. И, соответственно, это должно быть частью вашего репорта и того, как вы эти баги рапортуете по начальству. Теперь мы движемся в сторону баг-трекинг-дейтабейс, вот этот софт, который используется. Речь шла раньше про баг-репорты. Теперь мы переходим на то, куда мы запускаем эти репорты. Значит, почему нам нужны баг-трекинг-дейтабейсы? Первое. Аккаунтабилити. Аккаунтабилити – это когда ответственность, когда человек, мы знаем, кто и что делает, и каждый отвечает за то, что он делает. И мы его, как бы, можем проследить, что он делает. Он от нас не спрячется. Вот так. Коммуникашн-тул. Ну, да. То есть в этой баг-трекинг-системе происходит общение между программистами и тестерами, и менеджментом. Там идет какой-то обмен, во-первых, информацией, во-вторых, некоторые дискуссии иногда возникают. Там этот баг-репорт может гулять между ними взад-вперед по мере выяснения деталей. И вот то, что я вам говорил, что за программистом и за тестером начальство посматривает, вот это вот третий будет, который говорит, мониторинг индивиджуал перформанс. То есть мы можем про каждого человека, который работает, посмотреть и сказать, сколько багов он там, скажем, починил или написал там на этой неделе. Сколько из них было severity high, severity critical, severity serious minor. То есть мы можем ввести некоторую статистику, и это нам позволяет определить, кто эффективен, кому дать работу такую, кому работа сякую, перераспределение нагрузки. Это такой инструмент для менеджмента. Значит, какая у нас главная задача баг-трекинг-дейтабейс? Такая же точно, как у написания баг-репорта. Починить баг. Мы хотим, чтобы баги были починены. Я расскажу вам историю из жизни. У меня как-то попросили посоветовать хорошего человека. Это давно было дело. Но поскольку мы тут знаем очень много людей на местности, в частности, нам ребята, когда работу меняют, говорят, если что-то будет, дайте знать. Ну, короче, попросили. Я вспомнил про одну женщину, которая вроде должна была бы так хорошо вписаться. Я ей звоню и говорю, слушай, ты хочешь работу поменять? Вот тут предлагают. Она говорит, знаешь, Миша, я так хорошо сижу, и я даже... Ну, где я еще найду такую работу, чтобы там не писать баг-репортов? Я говорю, подожди. Как я? А ты тестер или что? Она говорит, ну, конечно, тестер. Я говорю, так ты ошибки-то находишь? Она говорит, а как же? Я говорю, а что же ты делаешь, когда находишь? Она говорит, я к программисту иду, ему показываю. Я говорю, а много находишь? Она говорит, ну, в день там 20-25 легко. Я говорю, то есть ты 25 раз в день приходишь к программисту, тычешь пальцем, отвлекаешь его 25 раз в день там. И тогда, ну, он говорит, да. Я говорю, хорошо. Я себе представила программиста, как он ее ненавидит. Но это отдельно. Значит, я говорю, подожди. Ну, вот за месяц. Там 20 рабочих дней. Я говорю, ты же 500 баг-репортов напишешь. Она говорит, легко. Я говорю, ну, хорошо. А как же ты помнишь, какие подчинились, какие не подчинились? Все говорят, да помню, что там помнит. Я говорю, ну, подожди. А за три месяца у тебя 1500 багов. Как ты помнишь? Она говорит, да помню я. Значит, о чем мы говорим? Это полный бардак и полная катастрофа. То есть тестеры в этой организации есть. А тестирования у них в организации нет. У них нет систем. Фундаментальнейших систем. Две из пяти фундаментальнейших систем там отсутствуют. Я думаю, там и тест-кейсов нет, если они так тестируют. Просто есть люди, которые руководят тестированием, понятнее, что такое тестирование. Это тоже бывает. Сейчас это редко. 10-12 лет назад это было совершенно обычное дело. Но сейчас... Короче, вот это и было, правда, давно. К чему я рассказываю? Что вот в этом смысл баг-трекинг-датабейс. Чтобы вы написали, и чтобы оно работало. Первая работа, на которой я работал, это был 92-й год. Там стоял столик, такой вытянутый вдоль стеночки. И на этом столике лежали папки. У каждого программиста была своя папка. И у каждого тестера была своя папка. Тестер писал баг-репорт, распечатывал его. В Excel писали. Там не Excel, что там было вместо Excel. И распечатывали. И отдавали начальнику. Начальник раскладывал программистам по папочкам. Программисты, проходя из туалета, или просто подойдя, брали, что у них там в папочке. Когда программист все это дело чинил, он эти бумажечки клал в какое-то место. Тогда другой начальник брал эти бумажечки о том, что починено, и раскладывал тестеров в папочку. Тогда тестеры, проходя мимо своих папочек, забирали эти листочки и смотрели, что починено. Вот такой план. То есть, если программист, например, свой листочек скомкал и бросил в урну, значит все. Держалось на сознательности. Сейчас нет. Сейчас есть такой серьезный большой процесс. Хорошо. Баг-трекинг-датабейс. Опиши баг-лайф-сайкл. Значит, баг-лайф-сайкл это очень распространенный вопрос. У нас тут на интервью, когда мы ищем работу тестера, некоторые пугаются от неожиданности, но это испугать можно только от неожиданности, потому что пугаться тут совершенно нечего. Они говорят, ну вот расскажи, вот баг, ну и как он, что с ним происходит. Первое, баг нашли. Ну тут нет нашли, тут написано отрапортовали. Ну, сначала нашли, потом отрапортовали. Потом он идет к development manager, чтобы development manager ему сказал, кто будет чинить, и priority на него поставил. После development manager этот баг-репорт отправляется к программисту, который, ну, чинит баг. Там может быть много разных вариантов. Он может сказать, что это не баг, он может сказать, что он воспроизвести не может, там всякое. Идет к программисту, он его чинит. После того, как программист его чинит, в баг-репорте есть такое поле status. И вот он в этот статус, он ставит fixed. И потому что статус стал fixed, значит этот баг-репорт отправляется обратно к нам. Мы сейчас все это проделаем живьем. Идет к тестеру, тестер смотрит, починено, не починено. Ну, как смотри, вот по шагам идет, выполняет steps to reproduce. Значит, если бага больше нет, значит нет, он закрывает баг-репорт. Он в этом поле fixed пишет closed. Не сам пишет, а выбирает значение. Вот тут внизу такой вопрос. Далеко не риторический, я вам скажу, вопрос. Значит, что случается, если отрапортованный баг не может быть воспроизведен девелопером? Это не важно, кто вы, что вы, и как частый, и какой вы опытный. Но это будет неизбежно с вами происходить, потому что между тем, как вы написали баг-репорт, и тем, как программист начал на него смотреть, может пройти пару дней и неделю, а бывает и месяц проходит, пока руки дойдут. Поэтому очень многие вещи будут починены без того, чтобы кто-то смотрел на ваши баг-репорты. То есть очень часто баг-репорт пишется не на то, что ошибка была, а на то, что просто не доделали еще толком. А в процессе доделывания оно, соответственно, уже и чинится тоже. Поэтому первое, что происходит, когда программист говорит, не могу воспроизвести, вы говорите, ну вообще-то да, конечно, я вам скажу, процентов 80-85, а то и 90 ситуаций, когда программист говорит, не могу воспроизвести, вы уже тоже не сможете. Ну просто починим. Поэтому первый шаг, вы говорите, ну посмотрим, смотрите на своей системе. Если вы на своей системе воспроизвести не можете, Этого достаточно, чтобы пойти и баг закрыть. Если вы на своей системе воспроизвести можете, тогда у вас получается как бы голосование такое. Смотри-ка, тут так, здесь так. И вы отправляетесь еще на пару компьютеров, желательно не на один. Но не три, не четыре, не десять. Вот на парочку. И посмотрели там. Обычно тестеры друг к другу так приходят, говорят, может попробовать, не возражаешь. Ну это принято. Хорошо, когда в компании есть лишние компьютеры, какой-то лэп, но бывает, что нету, значит входишь там к соседу. И пробуйте еще на нескольких. Значит, если там тоже воспроизвести, нет, если там тоже воспроизводится, тогда серьезный разговор. Но если воспроизводится только у вас, а у других людей не воспроизводится, значит первое, вы закрываете баг, второе, вы должны со своей системой что-то сделать. Я помню, было время, мы легко переформатировали, хайдрайв заново все устанавливали. Мы как врач, вот врач работает с пациентами, он весь в микробах, понимаете, поэтому там специальные правила для гигиены у медработников. Вот то же самое мы, мы тоже с микробами работаем, софтверными, и они заражают все вокруг, не обязательно вот вирусами, а всякой дрянью такой, которая разрушает нашу среду, в которой мы функционируем. Поэтому частенько вот так переформатируют. Вообще в США, в очень многих компаниях, вам не позволят этого делать, просто кто-то придет из IT-департмента и для вас это сделает, чтобы, ну, по-всякому бывает. Так вот, значит, итак, если вы можете воспроизвести у себя, вы можете воспроизвести еще на паре компьютеров, тогда надо искать, почему вот такое расхождение с девелопером. И первый путь, вы говорите, ну, хорошо, первое, что вы делаете, вы говорите, давайте сравним технические параметры тех обстоятельств, где это происходит, какая версия операционной системы, какой у нас там сервис пак установлен, какой у нас браузер, какая версия, какие там сеттинги, какие плагины, я не знаю, ну, что-то вот то, что может повлиять. Очень часто в этом находятся различия. Следующий момент, ну, допустим, не техническое, следующий момент вот какой. В голове у программиста есть какие-то вещи, которые у него там сидят по умолчанию. Вот у тестера тоже есть что-то такое по умолчанию. То есть он этого в слух не говорит, но это как бы часть разговора. И вот это умолчание у программиста в голове и умолчание у тестера в голове, это два разных умолчания. Они могут где-то пересекаться, где-то нет. Поэтому, когда я пишу какие-то шажочки, и программист их читает, у него в голове в это время возникает другая картина мира, так сказать. Это побуждает его не к тем действиям, которые побуждают вас. Поэтому в сегодняшнем мире нет никакой проблемы показать, как вы что-то делаете. Даже если программист в Индии, а вы там, я не знаю, в Владивостоке, значит вы можете там в Скайпе пошерить экран и показать, как вы это делаете. Вот. Поэтому это следующий этап. Невероятно сложно представить себе что-то, что не будет разрешено вот уже на этом уровне. Но, если вы когда-нибудь при каких-то обстоятельствах попадете в ситуацию, когда вот ничто не берет, тогда программист должен установить свой инструментарий на вашем компьютере и сделать дебаггинг на вашем компьютере. Ничего такого невозможного нет. Я, честно сказать, за то время, что я работал, я один раз попал в такую ситуацию, когда мы не смогли разобраться. И программист, ну это еще программист, надо сказать, он такой был дотошный, что он пришел и это сделал, что другие бы махнули рукой.